МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Анастасия Лаврова. Смотрите сегодня. Через двойную сплошную почем брал права, опасная работа, кто ответит за ЧП на заводе и смерть под колесами, к чему приговорили водителя. Сегодня в Ленинском районном суде Омска огласили приговор Магомеду Херчиеву. Мужчина признан виновным в смерти двух подростков. Школьники ехали на мопеде по всем правилам дорожного движения, как вдруг на них налетел внедорожник. Шансов выжить после столкновения с Тойотой ленд-крузер Прада практически не было, к чему приговорили лихача. Смотрите далее. Ваши шеи, я прошу прощения еще раз терпевших. Прошу вас строго не наказано. Магомед Херчиев в ноябре прошлого года на своем внедорожнике сбил двух подростков, ехавших на Мокике. ДТП произошло на улице Радищева. Парень и девушка от полученных травм скончались на месте. Следователи постановили, Магомед нарушил правила, выехал на полосу встречного движения. Водителю автомобиля ленд-крузер Прада было предъявлено обвинение по статье 264, часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Свою вину подсудимый Магомед Херчиев признал сразу. Родителям погибших возместил моральный ущерб – полтора миллиона рублей. Вот только деньги, говорят потерпевшие по делу, никак не смогут облегчить горечь непоправимой утраты. Погибшим школьникам было всего по 16 лет. Дмитрий рассказывает, удар был настолько сильный, что подростков отбросило в разные стороны. Не спасли даже шлемы. Очевидцами ДТП стали несколько человек, но ни один не пришел в суд. Дмитрий уверен – не обошлось без взятки. Если условный срок дадут, это будет уже означать, что это все деньги. Это делают все деньги. Без подкупа не обошлось. С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела, сторона обвинения просила признать Херчиевой виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии поселения. В итоге суд признал Херчиева виновным и приговорил его к 2 годам отбывания наказания в колонии поселений. Также мужчину на год лишили права управлять транспортными средствами. Исковые требования, заявленные потерпевшими, Херчиев удовлетворил еще до вынесения приговора. В Омске скоро вынесут приговор еще одному водителю, правда погибшему. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина спровоцировал аварию на трассе Омск-Русская поляна. 26-летний рулевой иномарки вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с Ладой Калиной. В результате 5 человек скончались на месте до приезда медицинской помощи. Позже эксперты-криминалисты постановили, что предполагаемый виновник аварии был пьян. «Совокупность собранных по делу доказательств достаточно для признания лица, совершившего преступление. Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего за собой смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью». Перевела на счет мошенника почти миллион рублей. Очередной жертвой телефонного афериста стала 83-летняя Амичка. Ей позвонил незнакомец и сообщил, что ее внук сильно избил человека. Нетрудно догадаться, что собеседник пообещал пенсионерке все уладить, все, что для этого требовалось заплатить. Растерянная бабушка поспешила в банк и перевела на счет мошенника 900 тысяч рублей. «Сотовый телефон, с которого был осуществлен звонок пожилой женщине, установлен. Данный сотовый телефон зарегистрирован в городе Сургуте. В ходе расследования уголовного дела были направлены отдельные поручения в город Сургут на установление местонахождения абонента данного сотового телефона, а также задержание данного лица». Пока афериста из Сургута не нашли, в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полиция рекомендует амичам быть бдительными и не переводить на счет незнакомых людей деньги. «Не называйте звонящего по имени. Запишите разговор и перечитайте. Найдите несостыковки. Перезвоните родственникам или друзьям. Посоветуйтесь». Это уже не первый случай, когда амичей таким образом разводят иногородние телефонные мошенники. Напомню, в январе прошлого года 37-летний заключенный из Краснодарского края обманул трех жителей нашего города. Вечера в неволе мужчина скрашивал весьма оригинальным способом. В интернете находил телефоны омских автошкол, звонил и говорил, чтобы встречали проверяющих из Москвы. Добавлял, спасти бизнес могут только деньги, которые необходимо срочно перевести на счет через терминал. Руководители автошкол перечислили через мультикассы в общей сложности более 100 тысяч рублей. Деньги обналичивали родственники заключенного. Почти все успели потратить. За мошенничество в крупном размере к сроку за убийство этому мужчине добавили еще 6 лет. Шестеро человек пострадали в результате несчастного случая на Омском нефтезаводе. Вместе с рабочими рухнула четырехъярусная деревянная конструкция высотой в 30 метров. Подробности у наших корреспондентов. Кто ответит за ЧП? Главный вопрос, над которым сейчас работают следователи. С этой металлической конструкцией ее высота достигает 30 метров и произошло обрушение деревянного настила. На нем шестеро человек демонтировали колонну. Возможно, инцидент произошел по вине самих рабочих. Они, по одной из версий сыщиков, нарушили правила безопасности. Рабочие положили часть металлических изделий на деревянные настилы. В результате чего те не выдержали нагрузки и обрушились. В результате обрушения произошло падение этой конструкции и находившиеся внутри колонны рабочие получили телесные повреждения. После обрушения все шестеро рабочих были госпитализированы. Четверо после осмотра отправились домой, а двоим повезло меньше. Медики диагностировали переломы ребер, политравмы, закрытая черепно-мозговая травма. Впрочем, сейчас жизни мужчин ничего уже не угрожает. От того, какой вердикт вынесут эксперты, будет зависеть процессуальное решение. Если в ходе следствия будут получены данные о том, что рабочие получили тяжкий вред здоровью, то будет рассмотрено вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 ст. 143 Уголовного кодекса нарушения правил охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Санкции указанной статьи предусмотрены в виде лишения свободы на срок до одного года. Следователи рассказали, что все шестеро рабочих официально трудоустроены. Мужчины были трезвы и трудились в выходной день согласно графику предприятия. Будет ли нефтезавод или субподрядная компания СИБ «Нефтехиммонтаж» компенсировать затраты на лечение, пока неизвестно. Кстати, это не первый несчастный случай на нефтеперерабатывающем предприятии в этом году. В марте там обрушилась бетонная плита, пострадали два человека. У одного – перелом ноги, второго – многочисленные ушибы тела. Проверка по этому инциденту продолжается. Хорошими делами прославиться нельзя. В эфире ток-шоу на Первом канале критика обрушилась на омских, веселых молочников и директора торгового дома «Сыры». Тем временем остатки косички продолжают изымать с прилавков страны. Центр гигиены и эпидемиологии в республике Бурятия провел экспертизу омского продукта. Специалисты рекомендовали бурятским магазинам изъять его из продажи и уничтожить. Местный Роспотребнадзор постановил, что массовая доля поваренной соли превысила норматив более чем в два раза. А вот в Свердловской области не просто изымают и возвращают продукцию омской компании, но и требуют компенсацию за издержки. Только в этом году на прилавках 14 городов России разошлось более 49 тонн косички. Напомню, торговый дом «Сыры» по решению суда закрыли на 40 суток для устранения недостатков. Судебные приставы опечатали завод. И последнее на сегодня. Конкурс на лучшее зрительское видео продолжается. Ролик от Ивана. В объектив его регистратора попал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Водитель машины с красивыми номерами не стал искать место для разворота и рванул через двойную сплошную. Двойную сплошную. 0,01 же парень. Испределить. Если вы стали очевидцем ЧП, аварии или драки, присылайте свое видео на нашу электронную почту. Адрес на экране. В конце месяца подведем итоги и наградим за лучший материал. На сегодня это все криминальные новости. Все выпуски программы доступны на нашем сайте antennasем.ру и в группе «Жесть ВКонтакте». Увидимся завтра. Будьте осторожны. Берегите себя. Продолжение следует...